Доброе утро, мир! Сегодня 17 мая, воскресенье. Мы с Денисом уже приехали в Нью-Джерси и будем сейчас начинать разгружать... Будем сейчас начинать разгружать американскую квартиру китайца. Собака почувствовала, что пришли в район чужих. А, кстати, да, вот что у меня в руках тут. Посмотрите, то, о чем вы давно писали. Цепи на голову эту камеру и работай двумя руками. Пожалуйста. У меня эта штука давно была, я ей как-то пользовался. Несколько раз. Просто, ну, лежал и лежал. А, кстати, да, мы уже зашли в квартиру. Давайте с самого начала начинать, как обычно. Доброе утро, мир! Сегодня 17 мая, воскресенье. Будем сейчас начинать разгружать американскую квартиру китайца. Так, заходим в квартиру. Тут у нас кухня сразу с входа. Вот, мы тут видим далее зал. Да, каминчик такой. А, нет, это не каминчик. Показалось. А, тебя? Ну, да, показалось. Фейк. Далее, что мы здесь видим? Зал еще один. Ну, это, вернее, скорее всего, продолжение получается его. Проходим с вами далее. Тут у нас первая комната, спальня. Две кровати. Большая комната. Это хорошо. Кстати, кровати тут, получается, на два человека рассчитаны. Так, далее мы заходим в очередную комнату. Вторая, получается, спальня. Так, света нету, как всегда, американский стиль жизни такой, когда комната без центрального света, но зато есть такие вот светильнички, которые можно, бам, рубить и все. И в комнате есть свет. Это удивительно, да, потому что в наших странах всегда свет где-то посередине в комнате, которую ты можешь так взять и включить. Здесь такого нету. Но при этом зачем-то поставили эту штуку. Получается, у нас две спальни. Фактически, у этого китайца сдаются две спальни. Зал, нет, зал сомневаюсь. Хотя эти кровати вот так вот и раскладываются. Давайте покажу. Пультук. И вот эта штука тоже. Пультук. И полноценная кровать, по сути. То есть, туда можно тоже поселить человека, но это будет не очень удобно, потому что его сон будет тревожный. Ну, и там аналогичную ситуацию можно сделать, как и здесь. Так, тут у нас запасы. И самое главное в этой квартире. Туалет и душ. Вот такая вот интересная планировка у нас в этой квартире. No smoking. Please, don't smoke inside apartment. Просят настоятельно. Не курите в этой квартире, пожалуйста. Так, вот что у нас теперь получается. Как теперь мы будем снимать? Потому что время носить настало. Прическа беда, но тем не менее, вот, мы уже тут все разобрали. У нас все готово на сноску с этой квартиры. Ну что, друзья, начинаем? Вот так вот выглядит работа моими глазами. На первую ходку мы, думаю, готовы. Не готов в первый ход? Нет. Как нет? Когда да. В июне будет ясно, но только к ней нет. Что, в июне? В июне. Говорит, в июне, когда у тебя суд будет. Опа. Хорошенько так закрыли. Надеюсь, не откроется же, да, когда будем ехать? Это там все так просто назад все вывалится. Такой будет салют для проезжающих людей. А, нифига себе, я далеко кинул эту подушку оттуда. Давай обратно. Так, все, поехали. Перед тем, как тронуться с места, ребят, мы знаете, что сделали? Зашли в приложение Чипотли и заказали еду онлайн. И в 12.30 должно быть уже все готово. Сейчас будем проверять. Мы выбили просто ближайший адрес и заказали через приложение. Блин, ну, кстати, на самом деле даже удобная штука получается, я тут сидел. Блин, круто. Слушай, реально так взяли онлайн, заказали, приехали, забрали. Даже ждать не приходится. Хочу с вами этим поделиться. То есть мое имя, фамилия, первая буква фамилии, и ингредиенты, которые я себе попросил добавить в это блюдо. Сейчас заценим, что у нас здесь. Та-дам! Это буррито называется в тарелке просто. То же самое, по сути, то, что я брал тогда, только без этого лаваша. Значит, ты заказал разорви ебало. Короче, вот. Разорви ебало почти то же самое, только. А мне, прикинь, лаваш отдельно положили. Ты, наверное, за этого заказал еще? Ну, это была бесплатная опция. Бесплатная? Да, бесплатная. По вкусу так же или по разному отличается? Так же, конечно. Так, мы только что открыли дверь в квартиру. Сейчас нам будет сюда занести некоторые пакеты. Короче, пакеты, содержащие мыло, полотенце, шампуни. Вот мы их отдельно сразу в конец положили. Надо будет сюда. А все остальные вещи уйдут на склад. Походу, это будет в ближайшее время использоваться. Вся остальная мебель будет простаивать на складе. Это еще одна квартира его. Обалдеть, тоже такая большая-большая квартирка. Теперь выезжаем на склад. Все, мы тут разгрузились. Опа. Опа. Окей, спасибо. Так, все, мы заправились на 44 доллара. 21 галлон с лишним. Бедин сейчас стоит 2 доллара 5 центов. Итак, друзья, вы видели эту квартиру до нашествия меня и Дениса. А теперь посмотрим на эту квартиру после нас. Как оно, как оно? Это то же самое, когда вот поле цветет такой, там, пшеница, все такое. И потом саранча нападает, и все, ничего не остается. Вот тут то же самое. Ну, правда, аналогию не очень хорошую подобрал. Но что первое в голову пришло, то и сказал. Опа, китайского Саурона тоже уже сняли. Все, тут больше ничего нет. Ко второй ходке готовы. Я уже не знаю, какой по счету это у нас склад. Но у нас все, все грамотнее и грамотнее получается складывать. И к тому, что мы более и более компактно все складируем. Нет такого сильного нагромождения всего на вся. Это опыт. Мы сейчас приехали в квартиру по просьбе китайца собрать кровать, которую надо собрать. Мы тут ничего не видим, кроме нормальной кровати. Кстати, я хочу обратить ваше внимание на вот это. Три матраса. Три матраса. Раз, два, три. Прям как принцесса на горошине. Да, принцесса на горошине это, к слову, о том, что здесь живет правая рука китайца. Помните, да, когда мы перевозили его с одной квартиры вот в эту? Это же тот самый китайский билдинг, да, который он скупил, где вот были на днях. Так он, получается, на четвертый этаж переезжает. А мы работали вот на этом этаже. Вот эту квартиру мы обчищали. Приехали. Собрать кровать. Какую кровать? Большой вопрос. Непонятно. Непонятно. Может, он имел в виду другую квартиру все-таки? Ну, я же кот ввел, получается, с него. Если в другую квартиру было, подошел бы кот. Может, он что-то путает? Китайцы не всегда что-то путают. Класс. Китаец нам сказал, что эти кровати находятся в подвале, в бейсменте. То есть, нам придется сейчас это поднять на четвертый этаж и потом там уже в квартире собрать. C'est la vie, как сказали бы французы. 5 часов 12 минут. Думал, сейчас скоро уже все закончится. Думал, сейчас все налегке будет. Не тут-то было. Тык-тык-тык. Опа. Понял. Значит, включаем свою лампочку. Я помню, мы с ним вот это ставили сюда. Почему кровать? В правой руке. Да, это не. Да, там какая-то кровать, да. Вот, китайцы, вот дает, а. Вот, я не обвиню, что ты у кровати. Ну, здесь ничего нет вообще. Не, здесь тоже ничего нет, кроме вот такой вот картины. Мне кажется, у китайца галлюцинации начались. Он думает, что у него слишком много квартир и слишком много кроватей. Настолько много, что просто выбрасывают их в мусор. Но когда он начнется, когда закончится эта эпидемия, карантин, когда вот эта паника. Прекратится, ну, панику у этого китайца. Лет через пять. Че, Лид, паника закончится? Да, да. Нужно будет зарабатывать, наверное, на политику. И тогда уже ты уйдешь, так сказать. Мы уже два раза или три раза уже спустились, поднялись, спустились, поднялись. Потому что здесь переписываются с этим китайцем и пытаются узнать, где, наконец-таки, лежит эта кровать. Сейчас, в общем, нашли одну часть вот здесь вот, под кроватью. А здесь вот первая часть этой кровати. Вот тут вот спрятано, оказывается, другие части этой кровати. Сейчас открыли шкаф и увидели еще части кровати. Вот они. Китайец начинает нам подкидывать новое испытание. Короче, наконец-таки мы разобрались. Сейчас он нам прислал фотографии. То, как должны выглядеть вот эти комнаты две. Ну, и в целом квартира. Так что начинаем картинку притворять в жизнь. Так, судя по всему, получается, правая рука китайца здесь не живет. Это была такая вот иллюзия, судя по всему, что сейчас выясняется. Также вот этот каркас кровати, которая здесь будет, сейчас надо будет тоже собрать. Там Денис собирает. Здесь я начал собирать. И хочу сказать насчет качества этой кровати. Так, по поводу кровати что хотел сказать? Она выглядит намного убогей. О боже, о боже. Она выглядит намного хуже, чем то, что он выкидывал. Ну, то, что я забрал. То, что сейчас лежит у меня в гараже. Но при этом почему-то он ее оставил. И сейчас ее собирает и будет использовать. А я во всем этом прекрасном деле просто хочу попробовать понять логику китайца. Почему именно так? Вот это интересно. Итак, у нас эта комната готова прям как по картинке. Кровать эта собрана. А здесь у нас, как видите, ничего не собрано. Потому что у нас не было нужных нам инструментов. Болтиков, специальных, короче, железных штучек. Тут тоже в зале у нас все по картинке. И, в принципе, мы закончили на этом. Эх, чистенькую машину уже успели обгадить. Практически в тот же день после мойки. Печальненько. Но от этого никуда не денешься. Итак, что мы имеем в этот воскресный день? Отработал я до 7 часов с небольшим. Заработал 180 долларов. А также заехал в гости к папе. Проведать его. И, в принципе, все. Доброе утро. Мир, сегодня 18 мая. Понедельник, новый день. И я еще не доехал до Дениса, но уже включил камеру. Обычно я ее включаю там. Просто я хочу вам показать вот это вот. Жесть. Обалдеть. Эта трасса очень популярная, на которой всегда много-много машин. И я всегда по ней проезжаю. Видели, да? Машину обгоревшую. Ужас. И такая сейчас дикая пробка здесь, вон, образовалась из-за этого. Сколько там было... Вот еще подъезжают скорые помощи. Обалдеть. Тем временем мы с Денисом приехали на Манхэттен. Поставили здесь машину. Вот. И сейчас будем заходить к клиенту. Сегодня у нас будет разборка. Будем разбирать мебель, походу. Или что-то там еще. Мы находимся в нижней части Манхэттена. Тут беда с парковкой. Минут 15-20 поездили. И решили оставить, короче, машину там, где обычно загружают и разгружают. Какой-то груз. Вон. Но других вариантов нет. У нас, в принципе, как-то рак считается. Поэтому решили так рискануть. Ну что, ребята, работа сделана. Шкаф разобран. Прикиньте, как рано мы сегодня закончили. Время сейчас 12 часов дня. Мы сделали только один заказ на Манхэттене. Вот разборка шкафа, тумбочек в зале и все. Получается, я сегодня отработал лишь 3 часа. И заработал 160 долларов за сегодня. Удачный день. Понедельник хороший день. А еще прекрасно то, что у меня есть время, чтобы заниматься своими личными какими-нибудь делами. Их накопилось много за последнее время. Работы было много, а личного времени свободного мало. Одно из дел, которое сегодня образовалось ввиду того, что сегодня рано закончил, это стирка. Первую машинку запустили, вторую запустили. Так, третья, третья. А где третья стирка, кстати? А, вон там третья. И сейчас четвертую запускаем. Огромную просто. Машинка гигант. Она реально гигантская. Огромный барабан. Сюда, наверное, Оля поместится. Шучу. Я тоже могу поместиться. Так, что у нас по ценам? Гигантская машинка стоит 7,50. Вот такая 6. Вот такая вот 4,25. И самая маленькая 2,50. Это на одну стирку. Серьезно? Зарядили 4 машинки. Надо ждать по 25 минут. На каждую. Вот, пока посидим в машине, потом вернемся и закинем все уже на сушку. Все, давай, закидываем с тобой сушку теперь. Сколько? 4? Ну да, так же, как и первую. Все, поехали. У нас первая сушка, вторая сушка. И теперь ждем еще полчаса и возвращаемся. Как я пошел коверочек. Да, коверочек. Так, все, постирались, посушились. Будь здоровы. Чихнуть хочешь? Помешал? Да. Как я привык говорить, загрузились. Все, поехали дальше. Ребята, не так давно я вам обещал рассказать про налоги на автомобиль в США. Да, и как таковых, в том понимании, как, допустим, это в России, здесь нет налогов. Но здесь есть вот такая вот штука. Она немного отличается. Смотрите, в общем, мне пришла такая бумажка. В общем, мне нужно оплатить сбор за регистрацию, 138 долларов, за 2 года. Тут, в общем, обновляется это каждые 2 года. Ну, это я говорю конкретно про штат Нью-Йорк. Плюс, 30 долларов с меня берут за 2 года за Use Tax. Как я понимаю, это налог на использование. 30 долларов. И плюс, поскольку у меня номера в Акарте, я за это плачу еще 62 доллара 50 центов, также за 2 года. То есть, каждые 2 года мне будет приходить такая бумажка, и я должен вот это оплачивать. То есть, в сумме получается 230 долларов 50 центов. И эта бумажка мне пришла буквально дней 10 назад. Я уже это все оплатил, и мне пришла новая бумажка регистрация. Так что, давайте теперь посмотрим, что это за регистрация такая. Вот. Это бумажка, которую я сейчас наклею на лобовое стекло. То есть, вот сюда. Вот это мне надо будет отдирать старенькую, которая, кстати, была как раз-таки до 2020 года. Вот тут как раз написано регистрация на машину, а также мне надо будет еще пройти инспекцию. А вот тут у меня как раз написано, внимание, срок годности инспекции до конца мая. Так что, мне надо будет на днях заехать туда, где принимают машины, чтобы провести эту инспекцию, чтобы мне посмотрели машину и наклеили новую бумажку. Она выдается, по-моему, на год. Ну, а сейчас я буду клеить вот эту регистрацию. Получается, что регистрация на эту машину за два года мне будет обходиться в 230 долларов 50 центов. Учитывая те номера, которые я поставил на эту машину. Как такового налога, в принципе, нет. Но, с другой стороны, это можно считать налогом. Это плата за сбор, за то, что ты владеешь машиной и номерами определенными. Ну, если у вас даже обычные номера, вы все равно платите вот ту сумму, которую я сказал до этого, только минус 62 доллара 50 центов. Такие вот расценки. Ближе к концу месяца я проведу еще инспекцию, может, даже в начале июня, чтобы у меня новая инспекция действовала с июня, а не с мая. Такая небольшая хитрость, если вы хотите еще месяц экономить, и тогда в следующий раз, по-моему, будет инспекция до июня следующего года. Главное, чтобы в этот промежуток, в июне, не остановили копы. Доброе утро, мир! Сегодня у нас 19 мая, вторник, и мы с Денисом приехали в очередную квартиру китайца. Так, оказывается, мы сегодня работаем на первом этаже, и это не может не радовать, потому что вот машина, вот квартира. Все прекрасно. Справа у нас сразу первая комната, большая достаточно. Здесь у нас такой вот коридор, который ведет в зал. Это что у нас? О, это душ. Классно, прям со входа душ, пожалуйста, и зал. Далее у нас вторая спальня, но она уже, конечно, в два раза поменьше, если не в три. Тут у нас кухня, тут у нас, получается, третья спальня. Вот еще у нас шкаф. А, нифига. О, прикольно. То есть мы с вами вот в третьей спальню попадаем во вторую спальню. И вот тут у нас четвертая спальня. Получается достаточно большая квартира. И это, по-моему, неплохо для сдачи на Airbnb. А у нас тем временем все по старинке Чепотли. Время обеда настало. Крутая полицейская машина. Джерси-сити. Это город, в котором мы сейчас находимся и работаем. Круто. Опять, просто вот перед тем, как выехать, мы заказали ближайшему Чепотли еду. Приехали, уже все готово. Сейчас будем подчевать. Посмотри, мне тоже бол делали. Офигеть, сколько залфеток просто. Вчера две положили, сегодня штук десять. А на этот раз я себе заказал такос. Вот такое вот прекрасное дело я себе заказал. Мексиканские чипсы. И все это прекрасное дело обошлось в 9 долларов с копейками. Ну что, друзья, разгрузка начинается. И так, наша машина уже вся полная. Сейчас мы с вами заходим в последний раз в эту квартиру, чтобы убедиться, что мы с вами все отсюда забрали. Вот тут полностью вся квартира стала пустая. Ничего не осталось. Голые полы. Все в этой квартире, работа сделана. Это последнее, что отсюда уходит. Опа, все. Давайте будем, что две квартиры. О, я не знаю. Две квартиры тут еще влезет, не влезет. Все, мы эту квартиру полностью сюда перевезли. А это то, что сейчас уйдет мусор. Стол и два стула. Они просто очень дешево смотрятся. И они немножко такие расшатанные, что я их так и брать не хочу. Я думал над этим. Работа с китайцем у нас закончилась, но работа как таковая еще нет. У нас сейчас будет разводка мебели теперь. Ой-ой-ой, какая коробка. Диван. Так, а сколько он весит? 61 килограмм. Ну, не такой, да, тяжелый, как думали? Так, сейчас мы этот чудесный новый диван будем заносить в лифт. Опа. Короче, мы здесь через дверь пройти не могли, в коробке. В итоге нам пришлось коробку разобрать, диван вытащить. Новый матрас. Один привезли, другой матрас отсюда увозим, на другой адрес сейчас будем везти. Тот диван, который мы забрали, отвезли по адресу, который нам дали, подняли на шестой этаж. Потом выяснилось, что это, оказывается, не тот адрес. Сейчас обратно спустили диван в машину. Поехали по другому адресу. Там уже в итоге доставили этот диван. Получили еще сверху чаевые по 10 долларов. Короче говоря, вот закончил я сегодня 8 часов вечера. Заработал за сегодня 220 долларов. Вот. И сейчас уже еду домой. Честно, что-то сегодня я прям сильно вымытался. Подустал. Но, тем не менее, день, считаю, хороший. 220 долларов заработались. Потаскали вещей, накачали мышцы. В общем, все хорошо. Еду домой. Ужинать. Дико-дико голодно. За весь день я свой только один раз ел. В чепотле и все. Так что, друзья, спасибо большое, что посмотрели этот день. Увидимся с вами завтра. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok